Сбой в системе оплаты городских парковок полностью устранили. Теперь автовладельцы снова могут вносить денежные средства за стоянку при помощи мобильного приложения и официального сайта. Сегодня днем они были недоступны из-за хакерских атак, сообщала пресс-служба мэрии Краснодара. Оплатить машином место можно было только при помощи паркоматов. Сейчас все проблемы устранены. Улица Красная в Краснодаре снова будет проезжей по выходным дням. Такое решение приняла антитеррористическая комиссия краевой столицы. В сообщении говорится, что это временная мера. Она необходима для беспрепятственного проезда транспорта и безопасности жителей и гостей города. Горожан просят отнестись к этому с пониманием. В комиссии добавили, что в последнее время участились случаи ложных сообщений о терактах и других противоправных действиях. На каждую подобную информацию оперативные службы обязаны выезжать на указанное место для проверки или оказания помощи. В связи с этим на улице должен быть обеспечен свободный проезд. Цели на этот год и итоги работы прошлого обсудили сегодня на пленарном заседании Общественной палаты региона. В нем приняли участие глава Кубани Вениамин Кондратьев и председатель ЗАГС Собрания Юрий Бурлачко. Губернатор отметил особую роль органов формирования устойчивого развития гражданского общества. Тему продолжит моя коллега. В наушниках у Вани Шахова звучит мелодия его собственного мозга. Аппарат биоакустической коррекции синхронизирует сигналы клеток головного мозга с музыкой. И маленький пациент слышит свое эхо. Раз в три месяца мальчику нужно проходить курс лечения, чтобы догонять сверстников в развитии. После первого курса заметили сразу улучшение. У нас расстройство подобного спектра. Ребенок стал более спокойным, более усидчивым. Стало лучше понимание речи. И запустилась речь в целом. Проект по физической реабилитации для детей с расстройствами аутистического спектра стал победителем конкурса грантов губернатора Кубани. А сам центр развития, где помогают таким ребятам, шесть лет назад основали при поддержке общественной палаты Краснодарского края. Она, в свою очередь, играет особую роль в формировании гражданского общества. Об этом глава Кубани сегодня говорит на расширенном пленарном заседании палаты. Задачи власти, бизнеса и общества в новой социально-экономической обстановке совпадают. Нужно сохранить стабильную ситуацию в регионе и сплотить людей. С этим общественники успешно справляются, отмечает Вениамин Кондратьев. Какая сегодня основная формула успеха? Самая необходимая из всех те составляющих успеха? Это, конечно, объединение. Объединение самого общества. Единение. Единение каждого гражданина, каждого жителя края. Единение. Вот это всегда было в истории нашего народа, когда были вот такие непростые времена. Народ объединялся. Единными мы должны быть. Потому что кто-то очень сильно хочет, чтобы мы разъединились. Нельзя дать никому это сделать. Мы должны сделать все, чтобы объединиться. Объединиться. И старому, и самому-самому молодому. Вот эта задача, первая задача общественной палаты. Выставить мосты с населением, жителями края. Именно мосты. Для того, чтобы все были едиными. Это стратегическая задача всего-то в условиях. Итогами прошлогодней работы делится председатель Краевой общественной палаты Любовь Попова. Знаковое для НКО событие края – это, Ваш Вениамин Иванович, решение о создании Центра развития гражданского общества Кубани. Он создан, он уже работает. А почему он был создан? Потому что критически не хватало ресурсной поддержки не только финансовой, а поддержки организационной, информационной, правовой. Особенно эта поддержка нужна была социально ориентированным некоммерческим организациям, работающим с детьми с инвалидностью, с многодетными семьями, с пожилыми людьми. С момента запуска горячей линии Краевой общественной палаты в марте поступило около 1800 сообщений о фактах повышения цен на социально значимые товары и лекарства. Их направляют в администрацию края и надзорные органы. Результаты уже ощутимы. По горячим линиям уже есть и положительная обратная связь. Из последнего от общественников Тимашевского района поступила информация о снижении цен на сахар. Также фиксируем остановку роста цен на детское питание, одежду и прочие товары первой необходимости. Глава края акцентирует, в сегодняшних реалиях задач у общественников прибавилось, потому важно правильно расставить акценты. Одно из ключевых направлений в 2022 году – это работа с детьми и молодежью. На фоне внешних событий возросло число фейковых новостей, вбросов, которые не дают молодым людям взвешенно оценить события. По мнению губернатора, важно защитить детей от манипуляции, указать им верные ориентиры. Настало время говорить с молодежью, со своими детьми и внуками. Настало время племянниками и племянницами говорить. Иначе за нас с ними будет говорить интернет и будет говорить неправду. А мы тогда будем на обочине дороги со своей правдой, потому что ее мы стесняемся сказать. Я еще раз подчеркиваю, прошло время стеснения. Надо просто защитить наших детей от манипуляций и политических спекуляций. Вот что мы с вами должны сделать. И это принципиальная должна быть наша сегодня жизненная позиция. Защитить молодежь от манипуляций, еще раз подчеркиваю, и всяческих политических спекуляций. Тогда точно будут с нами. Профильные комиссии палаты курируют практически все сферы жизни региона. От молодежной политики, поддержки НКО, спорта и культуры, до экологии, медицины и промышленности. Тесно сотрудничают и с парламентариями. Значимые социальные решения в крае принимают, опираясь на мнение экспертов. Тех, кто знает, какая помощь нужна и кому. Прозрачность избирательного процесса тоже на контроле. В прошлом году штаб наблюдения Краевой общественной палаты назвали лучшим в стране. Осенью состоятся выборы депутатов ЗАГС Собрания. Важно, чтобы и они прошли на высоком уровне. Законотворческий процесс текущего года будет не менее динамичным. В ближайшее время Кубанский парламент ждет масштабная работа по актуализации нормативно-правовой базы, в том числе устава Краснодарского края, краевых законов, регламентирующих деятельность органов исполнительной и законодательной власти, органов местного самоуправления. Эта работа предполагает широкую общественную дискуссию. Я уверен, что общественная палата края примет в обсуждении изменений активное участие. Вениамин Кондратьев уверен, инициатива общественников полностью отвечает интересам жителей края. Главное принимать своевременные и взвешенные решения. Мы сейчас говорим время турбулентности, очень серьезных глобальных вызовов. Это все кто-то хочет, чтобы так было. А на самом деле у нас просто сегодня с вами время неопределенностей. И еще раз подчеркиваю, не турбулентности и не кризиса, неопределенности. И мы просто с вами должны научиться принимать решения в условиях, если хотите, где-то полной неопределенности. Но мы с вами должны эти решения принять. Принять и оказаться победителями. Если мы примем правильное решение, каждый в рамках своей компетенции, в рамках своей деятельности, своей работы. Точно. Мы справимся с любыми трудностями. Кроме того, в числе целей на этот год – выездные стратегические сессии на местах, где жители Кубани смогут получить ответы на свои вопросы, что называется «здесь и сейчас». Эти встречи помогут быть еще ближе к тем, кому действительно нужна помощь. Дополнительные 146 миллионов рублей направят на поддержку краевых предприятий. Средства выделят из регионального фонда развития промышленности. Программу поддержки разработали по инициативе губернатора Краснодарского края. Ее цель – создать производства, на которых смогут выпускать отечественные аналоги импортных товаров. На эти цели фонд развития промышленности региона докапитализировал до 4 миллиардов рублей. На получение льготного финансирования уже одобрили 6 заявок. Ставки по всем продуктам фонда зафиксированы на уровне от 1 до 4% годовых. Старт программы запланирован на конец марта, сообщается на сайте Краевой администрации. Глава Краснодара подписал документ, который позволит сохранить устойчивое развитие экономики и социальной стабильности. План, разработанный Управлением экономики городской администрации, включает 4 основных раздела, в которых в том числе есть меры для поддержки предпринимателей. Одной из которых является отмена штрафов по задолженности по договорам размещения нестанционарных торговых объектов. Основная наша задача – это обеспечить устойчивое развитие и устойчивую работу предприятий, но в новых условиях. А новые условия диктуют для организации новые условия существования и взаимоотношений. Создать новые технологические связи, производственную кооперацию. Мер поддержки много. Ознакомиться со всеми можно на официальном сайте мэрии Краснодара. Импорт и замещение также является одним из способов по стабилизации экономики. И Краснодарский край богат крупными и малыми хозяйствами, которые могут эту меру соблюсти. В хуторе Копанском располагается одно из таких производств. Там выращивают индейку – мясо, которое продают за пределы нашего региона. На птицеферме побывала наша съемочная группа. Подробности в материале Аделины Серенович. Свою работу фермерское хозяйство начало в 2019 году со 120 птиц. Сегодня на площади в тысяча квадратных метров располагается 4000 голов. На предприятии трудятся три человека. За состоянием здоровья следят круглосуточно. Ветеринар посещает производство два раза в неделю. Индюшата на ферму приехали в начале недели, но уже чувствуют себя совсем как дома. А сотрудники производства, словно папа и мама, ухаживают как за маленькими детьми. Вырастить птицу не так-то просто. В домашних условиях потребуется много усилий, времени и труда. Для кормления используют только натуральное сырье, без примесей и гормональных препаратов. К слову, корм закупают исключительно российского производства. Они не умеют ни есть, ни пить. И действительно, как маленьких детей, приходится этому учить. Поэтому наши сотрудники корпуса индюшинного круглые сутки за ними тут присматривают, ухаживают. Если кто-то не ест, заставляют их есть. Отсаживают и вручную пропаивают для того, чтобы они выжили. В первые дни жизни птенцы занимают одну четвертую амбара. Для комфортного пребывания температуру воздуха нагревают до 38 градусов. Корпус растет вместе с птицей. На забой индюшки отправляются в 3,5 месяца, когда масса тела равна 15 килограммам. Убираем, чистим корпус, делаем дезинфекцию, механическую очистку. И все обратно, это самое, собираем опять для малышей, тоже четвертую часть корпуса. За год фермерское хозяйство производит 130 тысяч тонн мяса птицы. Товар развозят на полки гипермаркетов по всему Краснодарскому краю. Во время новогодних праздников продукцию поставляют и в соседние регионы. Для больших оборотов и сотрудничества со всей страной требуется увеличение площади самого хозяйства. Сегодня предприятия активно пользуются субсидиями от государства. В ближайших планах подача документов на грант. Аделина Серенович, Роман Недельский, телекомпания «Краснодар». Три проекта студентов Кубанского госуниверситета выиграли в региональном конкурсе инноваций «Умник». В качестве приза им выделили гранты с суммой 500 тысяч рублей на реализацию проекта. Об одном из таких «Умников» расскажет Татьяна Зеленова. 500 тысяч на воплощение своей задумки в жизнь. Вот это здорово! Такая удача выпала студентке КубГУ Полине Павловой. Только это не случайное везение, а вознаграждение за упорный труд. Она – одна из победителей программы «Умник». Девушка стремилась к науке со второго класса. Тогда ей удалось вырастить южное растение в условиях севера и описать этот опыт в своей первой научной статье. Сегодня она – студентка третьего курса биологического факультета и занимается разработками на порядок сложнее. Это, например, биодрон «Водомерка». Он позволяет при помощи биосенсоров обнаружить и диагностировать загрязнения в реках и озерах. Разрабатывать этот проект мне приходилось не одной. Мы разработали его с моей коллегой Екатериной Викторовной Панкратовой, которая является моей однокурсницей. Кроме того, нам активно помогал наш научный руководитель. Самков Андрей Александрович очень много вложил в этот проект, так как рассказал нам, в принципе, что такое биосенсоры и как они работают. Он основан на биосенсорах. Они работают на основе бактерий. Бактерии содержатся в анодной части, то есть нижней, которая будет под водой. В ней расположены микроорганизмы, которые могут реагировать на самые различные вещества. Тяжелых металлов, серы, нитритов. С помощью химических реакций перерабатывают эти вещества и пускают электрон по данной цепи. На основе этих электронов дрон и анализирует окружающую среду. Выигранные деньги позволят Полине и ее коллегам довести работу биодрона до совершенства. И разработать приложение, при помощи которого не только ученые, но и мы с вами сможем использовать такое устройство и определять уровень загрязнения водоемов. О других победителях программы «Умник» мы расскажем в следующих эфирах. Не пропустите. Татьяна Зеленова, Алексей Товстенко, телекомпания «Краснодар». Гуманитарную помощь для украинских беженцев продолжают собирать по всей Кубани. Только в одном Краснодаре пунктов организованного сбора предметов первой необходимости насчитывается около полусотни. Прием и последующую сортировку и упаковку вещей проводят общественные организации, политические партии и городские вузы. В Кубанский госуниверситет отправился Артур Киш, чтобы своими глазами увидеть, как там все устроено. Его репортаж далее. «Им нужна наша помощь. Мы должны помочь». Так говорят все волонтеры Кубанского государственного университета, упаковывая предметы личной гигиены для детей и взрослых в картонные коробки. Очевидно, они собирают гуманитарную помощь беженцам из ЛНР и ДНР. Студенты и преподаватели приносят предметы первой необходимости. Зубные щетки и пасты, влажные салфетки, подгузники для детей и взрослых, пледы, крупы и консервы. В дверях волонтерского центра КубГУ появляются не только сотрудники и студенты вуза, но и жители ближайших домов. «Мы на данный момент собираем помощь от граждан, которые желают помочь людям. Студенты проинформированы о том, что они могут также принять участие. Мы стараемся помочь каждому, кто чем может. То есть это будет поддержка в социальных сетях, будет это физическая помощь». Все принесенные вещи и продукты фиксируют в журнале, а после распределяют по категориям и укладывают в коробки. «Помощь могут оказать студенты и работники разных факультетов. Мы не ведем отдельно учет, какие именно факультеты принимают в этом участие, но совершенно точно могу сказать, что уже многие факультеты поучаствовали. И многие заявили искреннюю заинтересованность в том, чтобы помочь и собрать необходимую помощь». А как тут не помочь, когда видишь, как люди остаются без работы и жилья, сложно стоять в стороне. То, что для нас сейчас копейки, для беженцев из ДНР и ЛНР – роскошь. И пусть они не знают имен тех, кто передает им продукты и одежду. Когда настанет их черед, на добро они ответят «добром». Артур Киш, Татьяна Зеленова, Алексей Попов, телекомпания «Краснодар». А теперь о том, что думают о событиях на Украине сами краснодарцы. Общий посыл, поддержка руководства нашей страны. «Считаю, очень правильно, потому что это, как выражались наши правительства, подбрющее страны. И если у нас совсем под Брянском будут стоять натовские войска, тогда у наших детей никаких не будет ближайших, как говорится, планов на будущее». А как по-другому? Если бы не помогали, то уже бы нас бомбили. «Америка всегда обознавала Россию. Не считают ее конкурентами, потому что у нас ядерная держава и прочие вооруженные силы хорошие. Но насколько я знаю, что не сломить никак. Я бывший военнослужащий, но сейчас уволился с рядов военной службы». «Ну вот если бы вашу квартиру отдалгливали каждый день, как вы к этому относились бы? Парни наши ушли туда, и у меня нет выбора, я их поддерживаю, потому что там, ну, мои, считайте, дети, а то и внуки». Будем надеяться, что на Украине уже совсем скоро наступит мир. Благодаря стабилизации эпицепстановки в городе и отмене коронавирусных запретов по всему краю появилась в том числе возможность проводить массовые мероприятия. Одно из таких пройдет завтра. Это инклюзивный фестиваль под названием «Непросто искусство», организатором которого является благотворительный фонд «Добрый юг». Что ждет гостей и кто будет перед ними выступать, расскажет Мария Виноградова. Благотворительная организация «Добрый юг» оказывает помощь людям с ограниченными возможностями развития с 2014 года. В рамках проекта «Равные возможности» волонтеры помогают людям с такими диагнозами, как синдром Дауна, аутизм, задержка психического развития и многими другими. Для того, чтобы помочь им реализовать свой творческий потенциал, волонтеры организации «Добрый юг» создали арт-пространство «Не просто мастерские», с помощью которого люди с ментальными особенностями могут общаться, творить и, что немаловажно, показать миру свои творения. С этой целью и создан грядущий фестиваль. Его цель – показать, что, несмотря на то, что мы все разные, с какими-то своими особенностями, есть что-то общее, что нас объединяет. Это как раз-таки творчество и искусство. Фестиваль под названием «Не просто искусство» организация будет проводить уже второй раз. Впервые он состоялся в 2019 году, незадолго до начала пандемии нового коронавируса. И теперь, когда ковидные ограничения начинают постепенно ослабевать, вновь возвращается. Завтра в концертном зале Кубанского технологического университета подростки и молодые люди с ментальными особенностями в реальном времени будут возводить инсталляцию из поделок, которые жители Краснодара создавали на мастер-классах. Ну а пока в мастерских кипит работа, и участники арт-пространства и их преподаватели старательно подготавливают будущие декорации. В концепции фестиваля будут задействованы герои сказки Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». И этот выбор отнюдь не случайен. Ведь творчество – это настоящее волшебство, стирающее границы между реальностью и вымыслом, между мирами и людьми. Мария Виноградова, Юлия Дейнега, телекомпания «Краснодар». Два миллиарда рублей предусмотрено в городском бюджете этого года на содержание и развитие учреждений культуры. Совершенствование духовных отношений не менее важно, чем развитие производственных. Сегодня в тройной праздник в День работника культуры России, Кубани и Международный день театра – внимание тем, кто дарит возможность заниматься творчеством и наслаждаться искусством. Более трех тысяч работников культуры Краснодара отмечают сегодня профессиональный праздник. В краевой столице 16 детских школ искусств посещают 12 тысяч детей. Работают 14 муниципальных клубных учреждений, где творчеством занимаются 6 тысяч горожан. Культура жива, продолжает жить. Я надеюсь и абсолютно уверена в том, что она будет жить всегда. Потому что все, что связано с человеком – это культура. И культура в узком смысле, которую представляю я, она очень востребованная и необходима людям прикосновение к искусству прекрасному всегда, даже в самые трудные времена. А для благодарных краснодарских зрителей свои души распахивают актеры профессиональных театров. В одном из них, молодежном, прошло чествование работников культуры, в котором участие приняли глава кубанской столицы Андрей Алексеенко и председатель городской думы Краснодара Вера Галушко. Ваш труд – это очень важная составляющая нашей жизни. Не может быть здорового, развивающегося общества без высокого уровня культуры. Как говорит губернатор, дерево, не имеющее корней, плодов давать не может. И ваш труд – это работа над душами людей, над свойством людей чувствовать свою душу, быть добрее, быть чувствительнее, быть сострадательнее, человечнее, помнить свою историю. Культура – это более широкое понятие. Это еще и прививка от многих безнравственных вещей. Чтобы и дальше была возможность расти и быть высокоморальными, в этом году создадут современный досуговый центр в Комсомольском микрорайоне и детскую школу искусств на улице Гаврилова. Вы очень талантливые люди. Вы многое делаете для того, чтобы создать хорошее настроение у людей. Даже в это непростое время несете духовно-нравственную струю в общество. Мы стараемся сделать все возможное, создать нормальные условия для работы, укрепить материально-техническую базу. Что касается депутатов городской думы, мы в тесном контакте работаем с учреждениями культуры, стараемся планировать мероприятия по программе наказов избирателей. Мы поддерживаем и библиотеки, и школы искусств, и театры. А театр начинается даже не с вешалки. С детства. Мэр краевой столицы поделился воспоминаниями о своем творческом опыте, полученном в музыкальном кружке. Я попробовал все музыкальные инструменты, которые там были. Это от трубы до баса. Причем для того, чтобы мы занимались дома, нам разрешали брать инструменты домой. Соседи не были в восторге. Из меня не получилось музыканта, к сожалению. Наверное, не хватило просто усидчивости и терпения. Мне нравилось. Но то, как я играю, мне нравилось руководителю творческого коллектива. Он сделал вывод и, в принципе, убедил меня в том, что это бесперспективно для меня. Но у меня, честно говоря, об этом такие очень добрые воспоминания. И у многих получилось освоить музыкальные инструменты, помимо всего прочего, получить какие-то дополнительные даже профессии в культурной отрасли. К этому должен прикоснуться каждый. Если не как артист, то как зритель. А зрители в молодежном театре ждут. За зрителей борются. В первые годы мы все мечтали. У нас были распространители, которые раздавали билеты, ходили по школам. А сейчас нам повезло, у нас такой проблемы нет. К нам записываются заранее целая очередь на три месяца вперед. Единственная, конечно, проблема сейчас 50% посещаемости зала. Хотелось бы на 100 перейти. Я думаю, что в ближайшее время это произойдет. Да, потому что мы видим реальное снижение по заболеваемости. Конечно, пандемия внесла свои коррективы, что и говорить. Но мне кажется, это ни в коем случае не охладило людей к театру. Наоборот, появился дефицит. Да, очень хотят к нам попасть. И люди очень хотят попасть. 50% нас очень сдерживает. Я согласен. Но я думаю, что в ближайшее время, в возримом будущем, именно уровень заболеваемости позволит открыть двери театров полностью и заполнять на все 100%. А для удобства зрителей неплохо бы заменить старые стулья на новые кресла. С такой просьбой обратились артисты театра. Все для удобства краснодарцев, ценящих творчество. Виталий Молчанов, Михаил Дроздов, Андрей Токмаков, Алена Аберемко, телекомпания «Краснодар». И с праздником деятелей культуры также поздравила заместитель главы города Лилиана Егорова. Торжественное мероприятие прошло в муниципальном концертном зале. Лучшим работникам сферы вручили дипломы и памятные подарки. Когда был тотальный ландарм, было все закрыто, я выходила из здания администрации со стороны концертного зала на Красном. И люди приходили, просто наши постоянные посетители, наши зрители, просто подходили к афиши, говорят, мы хотя бы здесь прикоснемся к культуре. Вы представляете, насколько важно открывать наши заны? Удачи вам, счастья, здоровья, благополучия. Торжественный концерт стал уже доброй традицией. В этом году участвуют люди искусства в 15-й юбилейный раз. Герой Российской Федерации Евгений Шендрик подал документы на участие в предварительном голосовании «Единой России». Он планирует выдвинуться кандидатом на предстоящие выборы в законодательное собрание края. Документы подписаны, планы построены. Подробности расскажет Ксения Лазовая. Быть в строю и всегда идти к цели. Вот так, не сбивая темпы, уверенным шагом двигается по жизни герой России Евгений Шендрик. Сегодня он передал документы в региональный оргкомитет по проведению предварительного голосования «Единой России». Уже около 9 лет он возглавляет Краснодарскую краевую общественную организацию ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. За плечами 34 года службы в вооруженных силах. По словам Евгения, сейчас очень важно уделять внимание воспитанию допризывной молодежи, укреплению вооруженных сил и патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Особенно в нынешней обстановке нашей стране нужны сильные и волевые граждане. Пока голова работает и светлая, я буду до конца своей жизни работать на укреплении нашего государства. Когда видишь результаты своего труда, когда видишь, что ты полезен в своей стране, много энергии появляется. Хочется сделать еще больше. Документы на предварительное голосование подали около 120 человек. Регистрация кандидатов продлится до 28 апреля. В этом году предварительное голосование пройдет полностью в электронном формате. Регистрация избирателей начнется 18 апреля. Само электронное голосование пройдет с 23 по 29 мая. Ксения Лозовая, телекомпания «Краснодар». Приближаются выходные. Если не знаете, чем заняться, оставайтесь дома и включите наш телеканал. Сейчас расскажем о самых интересных программах, фильмах и сериалах, которые достойны вашего внимания. Начните субботу со вкусного и необычного завтрака. В этом вам поможет программа «Всякая кухня». Профессиональный повар и повар-любитель приготовят салат с барабулькой. Эта рыбка обладает полезными свойствами, которые необходимы нашему организму. Просыпайтесь и в 9.30 включайте телеканал «Краснодар». А после собирайтесь всей семьей у телевизора и продолжайте получать положительные эмоции. Смотрите легкий комедийный сериал «Улетный экипаж». В ролях Алексей Чадов, Наталья Бордот, Дарья Сагалова, Юлия Тополицкая и другие. В субботу в 14.30 и в воскресенье в 13.10. Для тех, кто не знает, как провести субботний вечер, мы предлагаем посмотреть комедию «Имущество с хвостом». В ролях Алисия Силверстоун, Райан Квунтен, Рэндалл Батинков, Рэйчел Серда, Сьюзи Брэк. Как домашний питомец помог героям понять свое родительское предназначение, узнаете уже завтра в 8 часов вечера на телеканале «Краснодар». А в воскресенье смотрите программу о бизнесе. Размер имеет значение. В новой серии расскажем о предпринимателе, педагоге английского и французского языков. Как и Центр занятости Краснодара помог ему на начальном этапе. Сложно ли на Кубани вести свой бизнес? И другие интересные вопросы раскроем в 11.00 на телеканале «Краснодар». Проведите эти выходные с нами. Баскетбольный локомотив «Кубань» в это воскресенье проведет свой первый домашний матч в Единой лиге ВТБ после двухмесячной паузы. «Локос» сразится с лидером турнира «Казанским Униксом». Эта игра – один из важных и ключевых поединков с турнирной точки зрения для красно-зеленых. Хотим вернуться, играть на своей паркете, потому что с этой ситуацией, во-первых, на выездные матчи приходится тратить больше времени, чтобы добраться до них. Поэтому и намного легче будет играть дома, и приятно при своих болельщиках уже показать свою игру. «Локомотив» выиграл в свой прошлый выездной поединок, крупно победив в Минске местной «ЦМОКе» 104-79. В строй возвращаются лидеры, пропускавшие матчи из-за травм. Мотивация у игроков «Лока» высокая. Заканчивается регулярный чемпионат, впереди плей-офф, и важна каждая победа. Игра против «Уникса» состоится в 13.00 в Краснодарском баскет-холле. К этому часу у меня все. Больше новостей в соцсетях телеканала и в мобильном приложении. Я с вами прощаюсь. До встречи на главном городском. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова